всем большой привет дорогие зрители давно у нас не было никого разбора так я буду отвечать лично девушки которая прислала работу ну и параллельно всем собственно кому это может быть полезно и итак это работа из одного из уроков это по моему даже был курс стоковый иллюстратор в общем тема технологии и девушка изобразила такие вот разные элементы и вопрос собственно был в том что смотрите у нас создается белый фон да если мы фон убираем то появляются какие-то дополнительные элементы то есть просто на черные элементы но когда мы создаем фон то есть вот они все по слоям элементы 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 да то есть разные и в самом конце по идее просто белый квадрат да тут у нас не квадрат но неважно и мы видим что когда фон появляется исчезают вот этот вот элемент исчезает и в центре элемент исчезает принципе только в этих двух элементах проблема на стоке нельзя загружать без заднего фона то есть артборд сам по себе не является подложкой поэтому обязательно даже если он все равно остается белым обязательно должен быть задний фон давайте создадим как бы вроде для стоков вот то есть по идее в любом случае должен быть задний фон даже если он тоже белый и так с этим разобрались почему же у нас получается исчезают два элемента когда мы делаем фон давайте пока фон уберем разберем вот этот вот элемент у нас выделился в основном такое происходит когда есть какие-то эффекты наложенные эффекты у объекта то есть если я выделяю весь объект да он находится в группе он сгруппирован у него нет никакого эффекта и мы видим что он нормальный но если мы начинаем выделять составляющие до внутри группы я даже не разгруппировал я просто тыкаю внутри группы и мы видим что появляется эффект осветления осветление это эффект благодаря которому если у нас скажем так цвет темный сейчас мы это разберем до какой-нибудь любой абсолютный цвет если мы сверху создаем какой-то объект делаем дадим ему эффект осветления в общем он осветляется вот получается вот такой вот декоративный эффект с ним можно делать картинки более скажем так яркими так далее здесь у нас применен тот же эффект осветления давайте нажмем изолировать да и теперь можно управлять объектами всеми по отдельности их все выделю делаю разгруппировать убираем эффект на нормальный снова мы все дело это группируем выходим из изоляции полностью и теперь получается если мы включим задний план то есть вот этот вот нас еще исчезает но как видно это один и тот же элемент как бы ну такой усложнен или упрощенный но видно что они из одной группы то есть вот здесь тоже скорее всего та же самая история вот этот элемент а сверху мы видим никакого эффекта нету но если мы как бы ищем конкретно вот этот вот элемент который исчезает то это как правило делается благодаря эффекту его как видим тоже везде эффект осветления то есть в принципе тоже чтобы упростить или ускорить так вот здесь у нас эффекта нету вот эффект начинается с вот эта часть но как бы можно в принципе сделать то же самое все изолировать выделить разгруппировать вот видите если у разных объектов скажем так разный эффект то он не показывает какой-то один он просто оставляет метку прозрачная здесь мы уже выяснили здесь нормальный а здесь пошли эффекты осветления нажимаем ctrl а чтобы выделить все объекты и делаем у всех нормальный и снова сгруппировать нажимаем два раза вне артборда мы выходим из изоляции теперь включаем задний фон как видите ничего не меняется то есть убираю я снимаю блокировку убираю я фон оставляю я фон картинка никуда не исчезает в общем в чем прикол когда у нас эффект внутри группы и у нас объекты накладываются друг на друга получается вот такой вот эффект наложения здесь наложение было очень мало поэтому здесь по моему даже и не играет никакой роли наложить сверху эффект или вниз эффект но и так далее вот что же касается вообще белого фона дальше вас фон белый то эффект осветления вообще не нужен то есть здесь если бы и нужен какой-то эффект то скорее всего умножение вот но если как бы просто хотите вот таких вот элементов нарисовать посмотрите чтобы именно внутри группы если эффект если объект исчезает то скорее всего был применен какой-то эффект но в этом случае я просто изолирую все до чтобы допустим не искать какой-то прям если совсем совсем маленький объект просто все максимально разгруппировал это делаю на клавиатуре разгруппировать это получается control g сгруппировать то есть я все максимально просто разгруппировал чтобы было прям все-все-все по отдельности применяю ко всему эффект нормально и потом просто делаю общую группу тогда проблем таких нету надеюсь я понятно объяснила и надеюсь проблема в общем-то решилась всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео всем пока спасибо